Друзья, всем добрый вечер! Сегодня поговорим о законе материализации событий, о квантовом смещении об алгоритме и по эффекте наблюдателя. Я думаю, что многие из вас знают закон материализации событий, который звучит следующим образом — быть, делать, иметь. Сначала я нахожусь в том состоянии, которое я хочу получить в реальности, потом я что-то делаю, потом получаю это событие в реальности. Если вы почитаете истории жизни многих знаменитостей, многих богатых людей, известных людей, то в принципе все говорят об одном и том же. Я всегда знал, что я буду успешной, я всегда знал, что я буду богатой. Потом я делал какие-то действия и получал это в реальности. Так вот, чтобы перейти из одного состояния в другое, мы используем алгоритм квантового смещения. То есть, пройдя по алгоритму, по пунктам, которые очень хорошо описаны в книге Юлии Якимовой про квантовое смещение, ссылочку на эту книгу я дам под этим видео, мы практически сразу меняем состояние то, в которое мы находимся, но которое нам не нравится, например, я больная, проходим по алгоритму и проходим сразу, мгновенно в состоянии я здоровая. То есть, с первым пунктом материализации супер справляется алгоритм квантового смещения. Это проходит очень быстро, это проходит мгновенно, потому что в квантовом смещении, в квантовой философии, в мироустройстве нет понятия пространства и времени, поэтому мы смещаемся мгновенно. Дальше в формуле материализации событий стоит пункт «делать». Так вот, что нужно делать, чтобы получить это в реальности? Состояние благодаря алгоритму мы поменяли. А вот все, что нужно делать, это наблюдать. Мы же говорим о квантовой физике. Значит, чтобы получить то, что я хочу, все, что от меня требуется, это наблюдать. Наблюдать другое проявление себя. Мы одновременно являемся всем сразу. Мы и бедные, и богатые, и в отношениях, и нет, и какие хотите. Но наше сознание держит нас в одной классической реальности. И как уже доказано психологами, что эта реальность держится 60-80 мыслями. И вот, работая с этими мыслями в практике квантового смещения, мы очень быстро меняем состояние. Дальше от нас требуется только наблюдение. Наблюдение другой проявления себя. То есть вот какая я другая в том, что я хочу, куда я хочу попасть. Ну, например, я смещаюсь из состояния, я больная, я здоровая. Я утром просыпаюсь, вечером сделала практику. Утром я просыпаюсь, обычно я пью кофе, и тут я чувствую, что я не хочу кофе, я хочу водичку. Хорошо, я иду, пью водичку, и это для себя отмечаю. Это мое другое проявление, потому что Оля, которая болела, она любила кофе. А Оля, которая здоровая, она по утрам пьет воду. Ребята, тут не дело ни в воде, ни в кофе. Может быть, наоборот, что та, которая болела, пила воду, а вот та, которая здоровая, еще пьет кофе. Это не о самом действии, это о наблюдении за своим новым, другим проявлением. Потому что в старом сценарии, где вы были больные, где у вас было состояние, я больной, вокруг этого состояния уже выстроилась целая игра. Там уже все понятно, там уже выставлены декорации, там уже люди как-то к вам относятся. А мы с вами после квантового смещения попадаем в новую игру с новым сценарием. И вот чем больше мы будем эту новую игру наблюдать и разворачивать, тем скорее мы в реальности получим то, что мы хотим. Быть, делать, иметь. Быть состоянием мы меняем с помощью квантового смещения. Мы наблюдаем новое проявление себя и получаем это в реальности. Есть у нас в клубе девочки, которые в принципе получают сразу, просто прописали и сразу получили результат. Есть варианты, которые разворачиваются постепенно, особенно если это варианты с деньгами и с бизнесом. То есть, если человек хочет заработать в своем бизнесе, например, там больше денег, то он начинает наблюдать за тем, как его бизнес по-другому разворачивается. Ну, например, он там продвигал себя в ТикТоке, например, и тут вдруг он утром просыпается и думает, о, а у меня же вот там какие-то подписчики, я же могу еще это делать в Ютубе, точно, почему я про это не подумал. То есть, его бизнес начинает развиваться по-другому, потому что он запросил от бизнеса другую сумму денег. И вот ему специально ничего делать не надо, ему нужно просто наблюдать новое проявление себя и идти за этим новым проявлением. Для нас это очень новый навык. Я думаю, что со временем мы будем это делать очень быстро и легко, но пока навык реально сложный, наблюдать новые проявления себя, доверять себе, доверять пространству, принять то, что я Бога человек, я творец и я взглядом создаю свою реальность. Ну, этому еще нужно немножко потренироваться и поучиться. Поэтому для наблюдения я предлагаю вам завести такую тетрадку, вот я его называю «Дневник наблюдателя», где вы с одной странички пишете запрос, который вы брали по алгоритму квантовое смещение, а на другой вы начинаете выписывать новые проявления себя и наблюдать за ним. Это очень интересно и очень легко. Поэтому, ребят, скачиваем книжку про квантовое смещение, разбираемся с алгоритмом, очень легко переходим из одного состояния в другое, потом также легко и с удовольствием наблюдаем новое проявление себя и получаем в реальности все, что мы хотим.